Всем привет, с вами Егор, это Игра Банишек. Продолжаем играть, потому что деревушка развивается, потому что ее надо до конца, так сказать, развить, но лично мне этого хочется. Смотрите, опять торговец плывет. Так, на чем я закончил, я, честно говоря, помню с трудом, поэтому посмотрим, что нам торговец привез. И что же ты нам привез? Привез много, смотрите, семена персика есть, яблоки, пшеница, ну, в принципе, ничего такого. О, вот, единственное, семена персика возьмем. Сейчас наберем, ну-ка. Ладно, думаю, не критично вот с дровами. Ну и все, в принципе, думаю, больше мне не нужно. Сейчас я сажать персики не буду, пусть они, ну, как-то серо все так, конечно. Так, ну, жители, жители у меня нормальны. Можно сказать, даже не нужно теперь заниматься этим вопросом. Я думаю, даже не стоит на него вообще обращать внимание, в принципе. Потому что такое количество жителей все-таки, ну, ладно, существенно. Плюс у меня построился общий дом. Насколько я понял, ну, кто-то мне подсказал и намекнул, по крайней мере, что здесь будут беженцы вроде бы приходить. Или как-то те люди, которые хотят присоединиться к моей деревне. То есть толпами. То есть, ну, как бы, несколько семей захотят присоединиться к моей деревне. Городку, не знаю, как это назвать. Ну, что-то деревня, думаю, еще и городом она не станет. Ну, ладно. Ну, и для них нужно будет много места. И вот этот общий дом, это как начальный, так сказать, такой вот поселенческий уголок, не знаю, рай. Так, не вижу, в принципе, вариантов, что именно сейчас делать. Так, давайте. Позднее лето уже как раз-таки. Все, пора собирать, в принципе. Фермеров у меня 10 штук, сделаем еще 11, потому что я смотрю, даже 10 штук у меня не справляется с полностью сбором всех продуктов. Ладно, хоть. Да, мне кажется все-таки, что я сделал просто большие поля. Вот сейчас соберется овощи и все будет нормально. Так, во-первых, давайте еще один склад здесь построим, потому что, думаю, амбар здесь не будет лишним. Прямо вот тут вот. Мне кажется, он не будет лишним. Как раз рядышком они будут все загружать. И если будет не хватать, то они будут загружать вот этот вот. Так что нормально. Материалу, в принципе, должно хватать, так что, думаю, вообще не будет у меня проблем ни с чем. Ну, у меня все есть. У меня только некоторые здания не построены, но и на них всегда был намек такой, что их строить в последнюю очередь нужно. Так, что я здесь у меня? Травы. Травы, травы, травы. 500 штук, 500 штук есть. Я просто смотрю как-то. Здесь они не увеличиваются, эти травы. И у меня это лимит пищи, лимит пищи. Лимит трав 2000. И он как-то вот не хочет собирать мне эти травы. Не знаю по какой причине. Так, вот я думаю, может быть, здесь тоже заложить ресурсы. Ну, то есть, как бы склад поставить, построить. Хотя, может, нафиг он там нужен, да, с другой стороны. Да, у меня, я смотрю, прям так все растет. И думаю, пора немножко расширяться. Расширяться. И еще раз расширяться. Давайте построим несколько домов, потому что... Так, у меня с деревом только будет проблема, а так все остальное есть. Это самое главное. Так, с деревом. С деревом у меня проблемы. Ага, чтобы не было, мы сделаем еще одного лесника. То есть, у меня четверо сажают, четверо рубят. Это вообще отлично. То есть, как бы, леснические, лесничество работает по полной программе, прям таки. На всю катушку. Думаю, у меня жителей сейчас такое количество, что, в принципе, сейчас любой дом, он будет прям таки моментально застраивать. Вот, надо запомнить, что вот 50, ну, число 50 или 52, запомнить не знаю, что лучше. У меня 19 детей, 19! Невероятное, конечно, количество. Огромнейшее просто количество, я бы даже сказал. Так, строители даже не успевают все строить, потому что... Ну, просто не успевают. Ладно. Ранняя весна. Это хорошо. Плюс мы сейчас в выставку еще посадим одно поле. Это травник. Поле. Сделаем его небольшим. Вот каким-нибудь вот таким вот. Потому что это... Культура уже такие, знаете, ну, как сказать. Слишком навороченные, что ли. То есть, персики... Персиков много не нужно. А то люди начнут шиковать. Это им не нужно. Так. У меня что-то рабочий кончается. Извиняюсь за выражение. Дохнуть, как мухи начали. И это немножко печально. Не знаю уж по какой причине. Один всего лишь рабочий. И... Ну, посмотрите. Я построил два дома моментально. 17-летний учащийся тут... Ха-ха-ха. Семейка образовалась так. 17-летний ученик и 19-летняя работница. Ну, ладно. Как говорится. Думаю, вот здесь вот только дорогу нужно провести. Так, торговец приплыл. Торговец что у нас? Коровы. Так, возьмем, наверное... Ну-ка, сколько я могу дать им? Так, 800-900. Максимальное количество... 243 коровы я могу купить. И, конечно же, конечно же, я куплю. Три коровы у меня есть. Это просто... Я даже не знаю, как это назвать. Это очень круто. Так. Я не то сделал. Не поле нужно было, а сад построить. Потому что я же деревья собираюсь растить, а не... Что-то другое. Так. Ой. Не то нажал. Вот это. Хотелось бы, конечно, сейчас посадить именно... Дома... Блин, это что-то где-то... Не то, я опять не сажаю. Ладно. Вот так вот деревья и персики. В принципе, деревья, они пока вырастут. То есть... Здесь можно не торопиться. Хотя... Нет, мне кажется, вполне хватит. Позднее лето. Собираем урожай. Собираем урожай. Собираем урожай. И... Собираем урожай. Блин. Что-то прям насморк-то опять. Как-то вот не вовремя. Так. И здесь давайте мы... Классно. Все три из шести коров. Что с коров... Ага. Что это сейчас было, я, конечно, не понял. Но... Ладно. Пускай вот коровник начинает, так сказать, у меня работа в пастбище. Отлично. Очень. Очень даже отлично. Мне нравится. Кого там был придавлен скалой. Ладно. Ничего. В принципе, фермер один из одного. Так что... Вообще супер. Вот интересно, что дает... Ну, как бы, что дает... Дают корову. Ну, в принципе, они что, молоко, да? Еду, там, мясо и кожу, в принципе, должны давать. Но в большей степени, конечно, именно молоко. Так, ну, с едой, я смотрю, с едой у меня вообще нету проблем. Прямо-таки катастрофически никаких проблем нету. И думаю, давайте сделаем упор на дома. Потому что... Ну, мне нравится, что... Так, во-первых, я хотел здесь вот такой проход сделать. Вот так вот. Отлично. И здесь, наверное, пускай будет так. И, конечно же, вот так. Так. Ну, блин, вот один дом не влез. Ну, думаю, не страшно. Вот так вот. Столько именно домов я построил. Что-то я, конечно, много и лишканул. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть домов. Прямо за раз решил отбабахать. Но, в принципе... В принципе, думаю, это нормально. Ничего страшного в этом нет. Плюс того, что... Железо, конечно, у меня сейчас кончится. Но... Думаю, я решу эту проблему с железом. Так что нормально все будет. Сейчас остается всего лишь ждать, когда у меня деревья вырастут еще. Ну, блин, классные персики будут. Хотя у меня уже лимит по пище. И, ну, это немножко печально. Можно увеличить, кстати, в принципе. Почему бы нет, да? Вот, давайте на 9 тысяч лимит сделаем. Плюс торговец опять бревна пригнал. Давай. Забавно, что я сейчас бревну поменяю на дрова. Это... Так, сколько? 100. А, да ладно. 50 бревен поменял на 40 дров. Нормально. Что за торговец приехал с... Бревнами. Интересно, скорее всего, как-то можно в автоматическом режиме сделать. То есть... Бревна 100. А, вот автоматическая покупка. По прибытию купца, по отъезду купца. Давайте бревна можно покупать. Так, бревна, железо, топливо какое-то, топливо. Что это за топливо? Топливо это, скорее всего, подразумевается дрова. Камень. Камень, наверное, тоже можно покупать. Потому что камень... 100 штук. Камень. Камень. Камень наверх перетащим. Ну и железо. Давайте 40 железа. То есть... Я так понимаю, если при... При... Приедет железо, дерево или камень, он сразу в автоматическом режиме купит. Ну, я так понимаю. Так, некоторые дома даже пустые. Может быть, я лишканул. 48 жителей. Почему-то. Кстати, кстати. У меня сейчас... Вот я сейчас смотрю, и появилась одна идея. Очень интересная идея. Может быть, у меня получится. Нет, скорее всего, не получится. Потому что нужно... Да что ж так опять не положу. Тут нужно дорогу убрать вот здесь. Вот так вот. И тогда мы посмотрим, что здесь получится. Мне интересно, я хочу мост. Отлично. А, я уже построил мост. Господи. Ну, то есть заложил мост. Да, вот он стоит. Все. И сейчас очень симпатично должно получиться. Так, как бы, такая прям застроенная часть получится. Очень хорошая и симпатичная. Торгует тем более на лодках каких-то плавает. Так, что здесь? Нет граждан доступа для работы в этом месте. У меня народ. Самое забавное, да, что у меня народа стало мало. Начал умирать и по какой-то причине у меня перестал быть народ. То есть дети слишком медленно рождаются. Ну, то есть рождаются они очень быстро. Учатся очень долго. И вот эта проблема сейчас, она стоит. Потому что сейчас учащиеся, опять, они слишком долго выходят. Долго учатся. И в этом и есть проблема. То, что они до 18 лет вроде бы учатся. Только потом они становятся, ну, рабочими. И я их уже могу уже оставить на свои места, так сказать. Учащиеся, как видите, 17 лет. Сейчас год как раз пройдет. Я хочу вот посмотреть, он 18 лет вроде бы должен стать рабочим. Ну, а старики умирают, да, вот. Только появился у меня 48 и 47 сразу стал как-то. Печально это, конечно. Ну, ладно. Пускай оно как-нибудь пока все в таком непонятном режиме поработает. Не жалко. Так, вот у меня уже появился один. В плюс пошли рабочие, 48 стало. В принципе, сейчас и остается только вариант того, что, ну, так сказать, заполнить все профессии. Я бы еще не дополнил шахтеры и каменотесы. Двумя, по крайней мере. Ну, и вообще, я бы еще одну шахту поставил, чтобы железо добывать. Вот, в идеале. Ну, к сожалению, пока что это вариант такой расплывчатый, потому что это еще нужно одну шахту строить. Когда я еще одну шахту построю, это уже получится 30 рабочих мест у шахтеров. И вот, как-то это, не будет ли слишком жирно вот так вот. Ну, вот видите, у меня 34 человека растут, как бы. Ну, молодежь, 34 молодежи. Это много очень. Практически такое же количество, как и взрослых сейчас. Ну, это, конечно, очень отлично, на самом деле. Везде бы так, чтобы детей было практически столько же, сколько и взрослых. Прокормить бы их всех, конечно. Ладно, ладно, все нормально вроде бы, все успевает, все они успевают строить, все успевают. Так, возобновляется. Так, плюс одна корова, это классно. Я так понимаю, две коровы всего лишь можно было бы купить, и они бы, ну, со временем увеличились до нужного количества. Так. Ну, блин, конечно, все равно учатся они, конечно, долго. Ну, ладно. Я думаю, все это, надеюсь, что это стоит того. Так, минус опять один падающим деревом. Опять торгует, приехал, не успел еще. Вишня. Баранина у меня есть здесь. Так, вишню давайте купим, конечно же. А, это просто вишня. Нет, просто вишня. Мне она не нужна. И, блин, во время родов, ой, нифига себе. Дровосек умер во время родов. Представляете, там женщина какая. Ну, женщина-дровосек. Представляете, это прям сурово так. По-моему, у меня скоро, ну, как бы, детей встанет больше. У меня уже 36 детей. Представляете, 36. Жесть, короче, они штампуют их просто в бешеном количестве этих детишек. Так, у меня на что-то не хватает камня. Мне не хватает, вроде бы... Ну, вот, не хватало на здание, но теперь все нормально. Так, я думаю, что вместо того, чтобы мелочиться, я, наверное, сделаю везде дороги уже каменные. Потому что вложение сейчас, оно мне аукнется успехом в будущем. Так было всегда. По крайней мере, в экономических играх это точно было всегда. Так, здесь мы... Ммм, да. Нельзя здесь дорогу проложить. И вот это вот очень печально. Потому что я никогда не понимаю, в чем проблема проложить дорогу по склону. Не вижу в этом никакой проблемы. Ну, ладно. Игрей виднее. Скорее всего, в какой-нибудь версии, либо с какими-нибудь патчами, или аддонами, модами, это все можно исправить. Либо исправлять. Само собой, так сказать. Но, так как у меня, к сожалению, не лилизионная версия, и, к сожалению, я ее не могу приобрести. И она не стоит у меня в привычных приобретениях, то есть, ну, по играм. Потому что мне хочется кое-какие другие игры немножко приобрести. Такие, к сожалению, без которых нельзя даже поиграть. В пиратку, так сказать, не получится поиграть. Так, у меня же плюс один житель. Его надо пустить на работу, потому что скоро персики будут давать урожай. И это очень отлично. Смотрите, население как-то минус пошло немножко, так, и сразу у меня еда стала в минус уходить. Конечно. Еще. Отлично, отлично. Мне нравится. Пускай 50 опять меня возвращается. Ну, мне кажется, в любой момент будет всегда так вот, такие вот скачки. Плюс, минус, там, люди всегда будут скакать. Это неизбежно. Жалко, здесь дом нельзя поставить. Так, даже не хватит места. И вот единственное место, где вот здесь вот только все. Ну, ладно. Некритично это, в принципе. Так. Я, конечно, понимаю, что близко нельзя друг другу дома строить. Ну, типа грязь, дизентерия, там, преступность растет, еще что-то в этом роде. Недовольствие соседями. Но, мне кажется, если бы я строил как-нибудь по-другому, ну, то есть, с большими такими отрезками, что ли, это было бы намного хуже. Так, вот здесь вот эпично... Эпично тесно вот здесь вот, честно говоря. Увеличу немножко население, потому что это странно уж очень. Эх, как вы пшеницы-то не собрали. Нифига у меня, оказывается, блин. У меня, оказывается, население здесь, блин, уже рабочих дофигища. Я, конечно, лопухнулся, не увидел, смотрелся на саму игру. Так, собиратель, собиратель, собиратель. Торговец один. Торговец. Это тот, который заполняет торговую площадку, я так понимаю. Зачем больше? Зачем четыре торговца иметь? Ну, чтобы они, как бы, за один раз, что ли, быстро перенислили? Не знаю. Не вижу смысла, в общем. Так. У меня купца нет у этого, и самогонщика. Ну, самогонщик, это, наверное, знаете, когда у меня за 100 перейдет население. Вот тогда вот я поставлю, наверное, самогонщика. А сейчас, думаю, нету в нем смысла. Я, по крайней мере, не вижу. Давайте еще двух фермеров поставим. Пофиг, что сейчас зима, и они, как бы, бездействуют. Но это будет актуально, когда они только-только... Каштан даже есть, смотрите-ка, отлично. Когда они только-только начнут деревья сажать сельхозкультуры, то это мне сразу аукнется, что у меня столько фермеров. Притом, у меня полей чуть больше стало, чем до этого было. И я так понимаю, они все-таки будут расти. Так что все нормально должно быть. Потихонечку заполняется и уголь. Смотрите, 200 штук у меня угля и... Так, а, лимит. Лимит, лимит. Ну, давайте тогда железо раз и по углю лимит. Железо тогда добывает. Ну, а здесь лимит камня они, наверное, никогда не добудут. Ну, мне так кажется. Так, ну что ж. Еще давайте двух людей поставим. Так, один рабочий умер. Придавленный. Убит в пещере. Был убит в пещере просто. Шахтер. Ну, ладно. Наверное, что-то осыпалось или от угарного газа, или еще от чего-нибудь. В те времена шахтеры были в самой тяжелой профессии, наверное, все-таки. Так, и вот сейчас вот я вот не буду больше на фермеров подавать людей. И я подам людей на каменотесов. Потому что, мне кажется, сейчас пора. Ну, пускай камень мне с запаса делает. Тем более, сейчас камень весь уходит на дорогу. На дороги. Так что, лишний не будет, так сказать. А интересно, можно мост кривой делать? Нет, нельзя кривой делать. Это жалко. Так, и мне вот интересно. Можно ли здесь, вот, к примеру, вот здесь, вот, проложить туннель. Так, а вот... Так, вот. Вот так вот. Да. Я здесь проложу туннель, и прямо вот в эту долину у меня будет выходить население. И здесь я продолжу строить дома. Прикольно. Туннель построить рано или поздно. Пускай. Я их тропить не буду. Сами построить, когда надо будет. Так, ну, думаю, сейчас опять проблема с рабочими будет. Потому что сейчас опять, наверное, вот... Такая порция людей выросла, и вот до 55-ти не довело население, так сказать, взрослое. И сейчас вот опять, наверное, несколько лет придется подождать, чтобы учащиеся, так сказать, закончили свое учебное заведение. Так, по-моему, пора собирать. И здесь пора собирать. Зачем прямо ждать стопроцентного? Это на автоматическом режиме стопроцентного ждет созревание. Так, опять с рабочими проблемы. Ну, ладно. Я надеюсь, успеть так и здесь. Давайте тоже созревание сделаем. Ну, и здесь вот то, что деревья еще не все выросли. Ну, давайте тоже созревание нажмем. Пускай собирает. Так, капусту собрали. Персики. Персики вот забавно, интересно. Сейчас моим людям, наверное, вообще вот в кайф жить. Так сказать, у них все есть. То есть, они вообще прям вообще отлично живут. Ну, мне так кажется. Так, пять людей. Отлично. Каменотеса. Плюс один делаем. Почаще поглядывать наверх. На табличку с рабочими. Так, осень. Я, наверное, я так понимаю, я соберу урожай до того момента, как у меня все еще. Да. Отлично. По-моему, я первый раз собрал весь урожай. Ну, здесь орехи и персики. Это такое, мне кажется, стопроцентного сбора никогда не получится. Хотя нет, он что-то там собирает персики, таскает. Ну, все, сейчас зима уже наступит, потому что листва опала. Что они там, что-то они там собирают. Вот, что-то собирает. С каждого дерева по персику, так сказать, рвет, смотрите. Да, нет, он даже ничего не собрал. Остатки такие, так скажем. Так, вот здесь вот, да, вот этот вот дом, блин, ну как так-то? 19 лет учащийся, это значит, в 20 лет они становятся, что ли, рабочими. Так получается. Это как-то слишком круто, конечно. Жалко, я не знаю, на сколько процентов увеличивается их ней. 88 человек у меня, конечно, круто. Ну вот, ну вот 100 вот наберется людей. Я построю таверну в награду, так сказать. Так, здесь потихоньку тоже копится камень. Посмотрите, у меня практически и дорога закончена. Кстати, это очень хорошо. Очень быстро довольно-таки набираю, ну, строится все, так сказать. Так, мне даже интересно, в принципе, как туннель вообще будет выглядеть. Ну и как раз очень симпатично будет смотреться. Кстати, можно вот такой вот прямо-таки скриншот сделать. Жалко, склад не заполнен. Нет, сейчас, когда лето будет, тогда сделаю. Чтобы совсем там листва бурные было. Хотя нет, пускай они сначала сделают туннель, чтобы... И такой вот скриншот сделаю с туннелем. Так, что, поздняя зима. Не хотят еще засаживать. А что нет-то? Хотя ранняя весна, вот теперь, наверное, мне кажется, да, теперь пора точно. Сразу персики появились. Сразу вот я вижу персики уже созревшие. Можно уже собирать сразу. Моментально. Так, еще давайте. Шахтеры и еще шахтеры сделаны. Ну давайте. Все. Туннель сейчас рабочий начнет делать. Ой, я не представляю, с какой скоростью даже сейчас камень начнет в плюс бежать. Потому что все-таки, ну как бы уровень сбора камня сейчас будет большой достаточно. И вот здесь вот прям напрашивается дорога. Ну хотя бы вдоль реки. Блин, а. Прям вот. Ладно. Нельзя по каким-то там святым причинам. Ну вот, туннель у нас в принципе не так уж, конечно, прям великое такое событие, так сказать, столь. Так, 62 человека. И даже я не знаю, как бы тут вот так вот, наверное, дорога у меня будет идти. Вот так и вот так. Торгуец приехал. Семена картофеля. О, это круто. Это круто. Картофель. Главное, чтобы хватило ресурсов. Отлично. Просто шикарно. Теперь у меня есть картофель. Ну вот так вот как-то у меня будет выглядеть... Блин, опять тощик. Вот так вот как-то у меня будет выглядеть деревня. То есть, со следующей серии, наверное, я начну... Начну потихонечку обустраивать там поселение. То есть, в эту сторону начну идти. Потому что, мне кажется, так бы было намного интереснее. Так. 94 человека, еще 6 людей, в принципе, и можно тавэр. Но это точно в следующей серии. Сейчас я, наверное, заложу еще поле одно пока что. Так, рыболов, охотник. Прямо вот здесь вот. И таких же масштабов небольших. Хотя картошки надо, по-моему, побольше, да, вот как-то. Ну, лично... Мы едим картошки много. Ну, вот, как бы, российский человек, да. Ну, даже я люблю вот вполне эту картошку. То есть, я и жареную люблю, и вареную с селедочкой. То есть, есть вот такие вкусовые качества, которые не даст больше ничего. Не знаю, мне нравится толченая картошечка с отбивной. Опять я под конец не начинаю нести всякую херню. Но все же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Может быть, есть какие-нибудь советы. Только, пожалуйста, не пишите толмуты советов. Я не запоминаю, честно говоря, не запоминаю. Потому что, ну, я, прочитав один раз, я забываю к тому моменту, когда я начинаю следующую серию снимать. Потому что есть и другие проекты, есть и жизни, ну, вообще, и помнить, что там мне посоветовали. В данном моменте даже у меня, в принципе, и нет вопросов. Мне пока что по кайфу просто играть и смотреть, как у меня развивается поселение. Я не вижу проблем, какие бы у меня сейчас возникли проблемы. Все, дети есть, рождаемость высокая, еда есть, инструменты есть все, ресурсы есть. То есть, все есть. И в чем проблема, я пока не вижу. Так что у меня пока, на мой взгляд, все, зашибись и все круто в моей деревушке хаоса. Как ее назвали поначалу, жалко, но обозвали. Майк, опять кто-то сдох. Рыбак умер во время родов. Ладно. Суровое такое наказание, по-моему. И умрешь ты во время родов. Кстати, а вот здесь бы туннель, может быть, и проканал бы. Прямо вот так вот. Здесь бы. Напрямую-то. Может быть. А в принципе, вот вам и туннель. Так что давайте я и здесь туннель тоже построю. Может быть, они и начнут бегать быстрее. Я прям вот сейчас вот так и еще вот так вот сделаю. И вот так. Ну да, я жирею на самом деле. Уже, видите, сразу сходу каменной дороги делаю. Здесь вот так вот сделаем. Здесь вот сразу вот так вот сделаем. А вот здесь вот так вот. Ну это все понятно, что вот так вот должно быть. Все отлично. Не знаю, почему, кстати, я до этого вроде проводил, и мне не получилось здесь туннель сделать. Либо мне это приснилось. Не знаю, честно говоря. Даже опять у меня в минус пошли люди. Но нет, рабочих нормально. Все. Главное, чтобы их совсем плохо с ними не ставало. Все нормально вроде бы. Так. Опять я, как всегда, задерживаюсь с прощанием. У меня как-то почему-то, я вот заметил, всегда очень проблематично я прощаюсь. Очень редко у меня бывает, что я вот так один раз сказал, и все. Так что, ну, у меня сейчас вечер. Так что всем спокойной ночи, доброй ночи. Всем удачного завтрашнего дня. Всем всего хорошего. Еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. 10-15 лайков в следующей серии я постараюсь выпускать сразу. Всем всего хорошего. С вами был Нильгорн. Пока.